Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу события в студии Галины Топилина. Я и мои коллеги расскажем главные новости Самары. Итак, коротко о некоторых из них. Сегодня губернатор Дмитрий Азаров наградил премии победителей 12-го журналистского конкурса. Также были объявлены имена лауреатов 25-го конкурса регионального отделения Союза журналистов России «Золотое перо» губернии. Погасить долги перед государством. Как узнать о налоговой задолженности с помощью СМС? Веселые конкурсы, хороводы и громкая музыка. В Солнечном сквере, расположенном в промышленном районе Самары, прошли зимние гуляния. Началось бронирование весенних туров. Какие направления выбирают самарцы? Коллектив телеканала «Самары ГИС» стал победителем премии губернатора Самарской области. Награду получили представители региональных и муниципальных СМИ в трех номинациях. В число победителей вошел сетевой проект телеканала «Самары ГИС» «Важные письма». Награду коллектив получил по направлению «Специальная военная операция» в номинации «Лучшая диджитал работа». Важные письма – совместный проект телеканала «Самары ГИС» и комитета семей воинов Отечества. В каждом ролике говорится о том, как самарские школьники пишут слова поддержки за ленточку и что им отвечают бойцы из зоны СВО. Притеров поздравил Дмитрия Азаров. Он подчеркнул важность того, что в эти времена журналисты сохраняют верность профессии. Очень важно, что в условиях агрессии, направленной сегодня против нас, вы сохраняете верность Родине, профессии, становитесь настоящими бойцами информационного фронта. Бесстрашно работаете в зоне специальной военной операции. Поддерживаете боевой дух наших бойцов. Председатель Самарского отделения Союза журналистов России Ирина Цветкова вручила грамоту генеральному директору телеканала «Самары ГИС» Елене Кольцун за плодотворное сотрудничество в реализации социально значимых проектов и высокий профессионализм. И еще одна победа телеканала «Самары ГИС». Корреспондент Ксения Баканова стала лауреатом премии «Дебют» имени Валентины Сематовой. Победу Самарское областное отделение Союза журналистов России присуждает молодым журналистам, имеющим стаж не более двух лет. В Самаре расчистка дорог и уборка снега с улиц продолжается в усиленном режиме. В Департаменте городского хозяйства и экологии прошло еженедельное рабочее совещание под руководством первого вице-мэра Самары Алексея Веселова. Профильным службам были поставлены задачи по содержанию городских территорий. На каких видах работ будет сделан акцент в ближайшие дни – в нашем сюжете. Второй месяц подряд погодные условия в Самаре превышают все ожидания. Вот и в январе на город осадков выпало уже в полтора раза больше месячной нормы. Но в ближайшие дни нового снега не прогнозируется, поэтому сейчас лучшее время, чтобы справиться с последствиями непогоды. Сегодня городские службы благоустройства сосредотачивают свои силы на расчистке тротуаров по всей ширине, вывозе снега с улиц, особенно там, где снежные валы создают сужение проезжих частей. Ситуацию и необходимые меры обсудили на еженедельном совещании в Департаменте городского хозяйства. За прошедшие сутки вывезли почти 5000 тонн снежных накоплений. Объемы поручено нарастить. Сезонные работы продолжаются в режиме усиления. Для этого специалисты проверят и функционирование специализированных площадок, где складируется снег. Они должны обеспечить круглосуточный режим приемки, поскольку снег с улично-дорожной сети вывозят и днем, и ночью. За эту зиму вывезено уже почти 160 тысяч тонн. Надо нам их периодически, в течение суток даже, наши контролеры, чтобы проверяли, как работают полигоны. Доезжали на них, смотрели, какая очередная, сколько. И установить им потом время на разгрузку, да, понятный объем максимальный, сколько они могут принять. Они взяли на себя обязательства. Обслуживать круглосуточно должны, перерывов никаких не должно быть, особенно в такой период, когда нападал. В общей сложности в течение суток в Самаре вручную работали 3542 уборщика. Для механизированной уборки использовали 530 машин. Ведь продолжается выполнение и других сезонных работ. В частности, очистка от снега тротуаров, пешеходных переходов, остановочных площадок, подъездов и подходов к социальным объектам. Расчистка дорог, в первую очередь тех, где ходит общественный транспорт. Ведется и обработка улиц противогололедными материалами. С начала зимнего сезона израсходов на почти 18 тысяч тонн. Также отдельно был поднят вопрос очистки от снега кровель многоквартирных домов и нежилых зданий. Во время кратковременного погодного затиши и температурных перепадов особое внимание поручено уделить работам на скатных крышах. Прежде всего, приводят в нормативное состояние кровли домов над тротуарами. Чтобы обеспечить безопасность, предотвратить или минимизировать вероятность схода снега, сегодня в высотных работах участвуют 159 человек, которые входят в 41 бригаду. Всего в Самаре около 7 тысяч скатных крыш. На сегодняшний момент очищено 87% кровель от общего количества. Сегодня планируется очиститься 20 кровель. Очистка производится либо, как я уже сказал, по периметру бригадами с шестами, либо альпинистами, которые уже более высокоэтажности здания, по очистке производится полностью кровель. На остальных кровлях работы запланированы в ближайшие дни. По тем адресам, где профильные службы готовятся к проведению необходимых работ, участки, представляющие опасность, огораживают. Граждан призывают не игнорировать сигнальные ленты и обходить их, пока очистка полностью не завершится. Районным администрациям поручено проверить, где выполнены работы, а куда нужно направить дополнительные бригады. Еще раз огромная просьба. Обратите внимание. Снега было прилично много. Проверьте. Еще раз с управляющими компаниями. Лично проедьте. Обратите внимание на кровли. Если какие-то управляющие организации не справляются со своими обязанностями, то им грозит административная ответственность. Оформляются соответствующие материалы. Они направляются в прокуратуру и ГЖИ для принятия мер. В этом направлении в каждом внутригородском районе работают и административные комиссии. В частности, только за невыполненные или некачественно произведенные работы, касающиеся очистки кровель и внутриквартальных проездов, в январе 2024 года в отношении управляющих компаний и других обслуживающих организаций составлено 112 протоколов. Андрей Горгуленко, Константин Головин. События. Президент России Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки многодетных семей. Многодетной считается семья, которая имеет трех и больше детей. Статус присваивается бессрочно. Предоставление поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или 23 лет при условии его обучения на очной форме. В соответствии с законом многодетным семьям гарантируются государственные пособия и выплаты в связи с рождением и воспитанием детей, меры поддержки в трудовой сфере, досрочная пенсия многодетной матери, профессиональное обучение многодетных родителей и возможность получить дополнительное образование, бесплатное посещение музеев, парков и выставок, независимо от места жительства в порядке и на условиях, установленных регионами. В документе рекомендовано высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации обеспечить многодетные семьи рецептурными лекарствами детям до 6 лет, бесплатным проездам учащихся на городском транспорте, предоставить школьную и спортивную формы, льготы по оплате жилья и коммунальных услуг не менее 30% от общего размера оплаты, оказать содействие при приеме в детские сады, в получении помощи по соцконтракту и в улучшении жилищных условий. Более 170 тысяч жителей Самарской области воспользовались услугой по информированию о налоговой задолженности с помощью СМС-сообщения или электронной почты. Сервис доступен как для физических, так и для юридических лиц. Подробности в сюжете Елены Чернявской. Как отмечают в ФНС России по Самарской области, услуга об информировании задолженности позволяет вовремя проследить, оплатил ли гражданин налоги, а также предупредить меры взыскания задолженности. Еще одним преимуществом СМС и e-mail информирования является актуальность сведений. Сервис предоставляет достоверные данные на текущую дату. Чтобы подключить услугу, нужно направить свое согласие из личного кабинета налогоплательщика, либо обратиться в МФЦ. Не чаще, чем один раз в квартал налоговый орган, таким налогоплательщиком, представившим согласие, направляет информацию о задолженности по налогам, если таковая вдруг у налогоплательщика возникла. Физические лица могут подавать согласие в налоговую инспекцию по месту жительства или в любой другой налоговый орган. Подробная информация о задолженности представлена на специализированной странице сайта ФНС России. Называется она «Информирование о задолженности». При получении смс-оповещения о задолженности рекомендуем ни в коем случае не игнорировать это сообщение и облатить все свои задолженности, потому что в противном случае будут меры взыскания. Быстро и удобно оплатить задолженность по налогам помогут электронные сервисы ФНС России, уплата налогов и пошлин, личный кабинет налогоплательщика, мобильное приложение «Налоги.ФЛ», а также портал в госуслуги. Елена Чернярская, Константин Головин. События. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил продолжить развитие внутреннего туризма. В первую очередь призвал создать инфраструктуру, удобные дороги и отели. По словам председателя правительства, россияне стали активнее путешествовать по стране. Самарцы традиционно ограничены полетной программой. Прямые рейсы есть далеко не в каждый регион. Куда можно улететь из областной столицы и какие изменения готовятся или уже произошли в туристической отрасли, расскажет Светлана Кудрявцева. Турпоток по России в новогодние праздники увеличился на 19% относительно годового показателя, а средняя загрузка гостиниц превысила 80%. Россияне стали активнее путешествовать по стране, и одна из важнейших задач сегодня – развитие внутреннего туризма. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, поручив строить в городах удобные дороги и новые отели. Самыми популярными регионами России в новогодние праздники стали Москва, Санкт-Петербург и Краснодарский край, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. На эти регионы пришлось более 35% турпотока. Также активно выбирали для поездок Кавказ, Алтай, Дальний Восток, Северо-Запад, в частности Мурманскую область. Заполярье становится все популярнее, однако добраться туда из Самары пока можно с пересадкой в столицу. В Москве везет всегда больше, это естественно. Вот, например, в Мурманск до конца марта все отели уже и мест нет. У них Тереберка, Северное Сияние. Вот так вот Россия развивается, поскольку есть, видимо, прямые вылеты из Самары. Пока ждем. Все, кто уже съездил в Москву и Санкт-Петербург, и Калининград, ждут какие-то новые прямые рейсы. Большая надежда на субсидированные рейсы, о которых сейчас объявили. Порядка 14 направлений будет из Самары. Перечень субсидируемых маршрутов уже утверждены. С Самары по доступным ценам можно будет улететь в Калининград, Кемерово, Минеральные воды, Нижневартовск, Волгоград, Магаз, Махачкалу, Нижний Новгород, Новый Уренгой, Тобольск, Томск, Тюмень, Челябинск, Ярославль. Размер субсидии составит более 211 миллионов рублей. В прошлом году дешевые билеты продавались по 13 направлениям. Льготными авиаперевозками воспользовались 104 тысячи человек. Всего было выполнено полторы тысячи рейсов. На это из бюджета выделили 116,5 миллионов рублей. Постепенно улучшаются и условия для туристов. В салонах самолета сейчас приняли решение закон не садить порознь родителей с детьми. То есть раньше могли в зависимости от количества мест, рассадки, и ребенок оказаться в конце или где-то в другом месте от родителей. Теперь такого нет. Еще одно важное изменение для туристов в конце прошлого года заработали электронные путевки. Они добавляют уверенности путешественникам, однако ограничивают возможности турагентов делать дополнительные скидки, не прописанные на сайте туроператора. Мы должны обязательно зафиксировать по закону ту сумму, которая на сайте туроператора, и в договоре прописать эту же сумму. Больше мы не можем, чем в договоре прописать сумму. Может быть, за какие-то дополнительные услуги – да, но цена сайта должна соответствовать договору. Какая тут может быть скидка? Если турагент делает скидку, значит, он делает кассовый разрыв, который рано или поздно отобразится, на ком-то эта цепочка прервется. Впереди новые изменения. Правительство утвердило дорожную карту, которую разработали по предложениям предпринимателей. А в документе 15 пунктов. Например, на апрель намечено принятие акта правительства, которое позволит упростить регистрацию граждан по месту временного пребывания в гостиницах. Гостям не нужно будет предъявлять паспорт, если они смогут представить соответствующие документы в электронном виде, используя мобильное приложение госуслуги. Кроме того, российские граждане смогут регистрироваться в гостиницах по своему загранпаспорту вне зависимости от места постоянного проживания. Также в апреле в правительство должно внести законопроект, который вводит понятие «горнолыжный комплекс» и устанавливает перечень объектов и инфраструктуры. Дорожная карта также содержит поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые планируется внести на рассмотрение в сентябре этого года. Они установят ответственность за нарушения законодательства для экскурсоводов и гидов-переводчиков. Тем, кто работает без аттестации, будут грозить штрафы. Утвержденная дорожная карта позволит аккумулировать инициативы по снятию барьеров для бизнеса и обеспечить прямой контакт органов власти, предпринимателей и отраслевых специалистов, сообщили в федеральном правительстве. Светлана Кудрявцева, Николай Епифанов, События. Веселые конкурсы, хороводы и громкая музыка. В сквере «Солнечная поляна» в промышленном районе Самары прошли зимние гуляния. В 2018 году его территорию благоустроили в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». А теперь это место – любимое место отдыха жителей микрорайона. В этом году общественные пространства Самары также будут участвовать в рейтинговом голосовании. И только от активности жителей зависит, станет ли сквер или территория рядом с их домом лучше. С взрослыми, с детьми отправимся на огромную поляну, праздник встречать, коледовать, да радоваться. Теперь сквер «Солнечная поляна» в промышленном районе Самары – любимое место отдыха жителей микрорайона. Здесь они отмечают все праздники. Вот и в эти выходные устроили зимние гуляния. В 2018 году территорию «Солнечной поляны» благоустроили в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь появились детские игровые комплексы, площадки, сцены для выступлений, привели в порядок и дубовую рощу, очистили озеро, в котором живут утки. Мероприятие у нас проводится постоянно на этой территории, потому что у нас с тех пор, как начали комплексно развивать эту территорию, образовался определенный пол людей активных, которые постоянно участвуют в каких-то наших общественных мероприятиях. Даже сейчас зимой, вы представляете, со всего микрорайона к нам приходят на озеро, и как на горках катаются, на бананах, на подушках, на различных. Это мое личное мнение, наш вот этот солнечный микрорайон самый хороший. 12 января начался новый отбор общественных пространств. На рейтинговое голосование выдвинуты 85 мест. 20 из них, набравшие наибольшее количество голосов, пройдут во второй этап отбора. Территория победителя будет обустроена с учетом мнения жителей в 2025 году. Отдать свой голос за территорию могут все желающие старше 14 лет. Я считаю, что очень важно принимать участие, потому что вот на примере нашей территории, когда мы в 2018 году массово пришли и выразили свое желание благоустраивать эту территорию, вот уже на протяжении 6 лет мы видим у себя совершенно другой микрорайон, совершенно другой облик, которым пользуются все возраста населения. Поэтому очень важно приходить, отдавать свой голос и выбирать ту комфортную городскую среду, в которой вы сами хотите проживать. В следующем году общественные пространства, победившие этой весной в рейтинговом голосовании, преобразятся по нацпроекту «Жилье и городская среда», реализуемому по решению президента России Владимира Путина. Виктория Шарая, Елизавета Прокопенкова, Григорий Плешаков. События. Чиполина, Чебурашка, Колобок, Старичок-Лесовичок и другие сказочные герои. В Самаре во дворе дома номер 37 на Олимпийской поселилось семейство снежных фигур. Это работы местного жителя. Ксения Баканова узнала у автора, что его вдохновляет и как удается воплотить замысел в жизнь. У него морковный нос, и к метели он привык. Любит зиму и мороз – это белый снеговик. Во дворе дома на Олимпийской 37 таких фигурок уже больше десятка. Здесь собрались и снегурочка с Дедом Морозом, и герои детских сказок. Автор работ – местный житель Владимир Усков. Все соседи дружелюбно зовут скульптора дядя Вова. С самого утра он трудится во дворе, изготавливает гнома. Мастер признается – работа тонкая, почти ювелирная. Сначала нужно подготовить основание, и только затем наносить сверху специальную смесь. Ее рецепт предельно прост – снег и вода. Вот сейчас масса. Вот такая вот. Вода, конечно, она уходит. Она стекает, вниз уходит вода. И внутри, где я врезал? Внутри приступил снег. Вот он, снег. Лед только пленка остается. Ловкость рук, немного фантазии. И вот уже очередной ледяной шедевр готов. Остается нанести последний штрих – доделать глазки. Владимир Усков рассказывает – все это не ради славы. Хочется подарить людям радость и хорошее настроение. Да это все для людей. Для детей в первую очередь. Чтобы пришли с граффилю, чтобы на лавочку можно сесть. Она любой вес выдержит. Вот так сделано. Ни одно только условие – не ломать. Потому что, я говорю, пять фигур было, когда ломали. Первых двух снеговиков он слепил в декабре прошлого года. Вдохновил первый снег. Шло время, и семейство героев стремительно пополнялось. Во дворе уже обосновались Чиполина, Чебурашка и Колобок. Но самый любимый и дорогой сердцу автора – старичок-лисовичок. Бабуля нам говорит, кто появился новый, потому что она из окошка все видит. Мне очень нравится ежик. Он такой красивый. И сзади иголки у него такие красивые. Я даже не знаю, как он их сделал. Это радость только для нас. Нам очень нравится. Все, конечно, в восторге. Ближайшие дома все к нам приходят. Каждый раз говорят – все, больше не буду, больше не буду. А теперь опять гномик появился. Новая фигура. Будем ждать Буратино. Материалы для декора мастер выбирает простые. В ход идут различные ткани, елочная мишура, крышки от пластиковых бутылок. Инициатива от жителей только приветствуется. Одно расстраивает. Такое творчество недолговечно. С наступлением весны от героев не останется и следа. Только теплые воспоминания и фотографии. Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Хоккеисты «Лады» вторую игру подряд в КХЛ доводят до серии булитов. Волейболистам «Новы» снова немного не хватило, чтобы показать сенсационный результат. А самарские пятиборцы стали лучшими на всероссийских соревнованиях. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Хоккеисты «Лады» вторую домашнюю игру подряд в КХЛ доводят до серии булитов. В этот раз выявить победителя в основное время не получилось в матче против Сочи. Гости забили первыми, но на перерыв соперники ушли при равном счете. В начале второго периода «Южане» вновь вышли вперед, а в третьем удвоили свое преимущество. Однако тольяттинцы почти сразу смогли счет сократить, а затем и сравнять. Дальше до серии булитов голов в матче не было. А после матчевой броски лучше исполнили гости. 3-4 – поражение «Лады». Волейболисты «Новы» не смогли переиграть питерский «Зенит» в выездной встрече Суперлиги. Болжане первую партию начали с колоссальным преимуществом. Держали соперника на расстоянии 5-6 очков, но не смогли довести партию до победы, растеряв весь перевес. Похожий сценарий был и во втором сете, и вновь хозяева в концовке действовали точнее. Ну а в третьей партии после равного начала питерцы вышли вперед и не позволили сыграть четвертый сет. 0-3 – поражение «Новы». В Москве завершился зимний турнир по современному пятиборью. Победителем среди мужчин стал спортсмен из Самарской области Александр Лифанов. Он шел вторым до заключительного вида программы «Лазеррана». Самарец ушел на старт бега с отставанием в 10 секунд, но вышел в лидеры уже после первой стрельбы и финишировал на первой позиции. Четвертым к финишу пришел другой самарский пятиборец Кирилл Мануйло. Сборная Самарской области заняла первое место в командном зачете. В Саранске состоялся четвертый этап личного чемпионата России по мотогонкам на льду. Победу в соревновании одержал Никита Богданов из Уфы, набравший за два дня 29 очков. Вторым стал Дмитрий Солянников из Шадринска – 28 очков. Третий результат показал Динар Валеев из Тольятинской «Мегалады» – 26 очков. Представитель Самарской области после четырех прошедших этапов возглавляет турнирную таблицу личного чемпионата России в его активе 107 очков. Далее вас ждет обзор телеграм-каналов городской администрации и профильных ведомств. Вот о чем они писали сегодня на своих информационных площадках. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Амуром давно называют столицей этого светлого праздника. Ежегодно в город приезжают десятки тысяч туристов и паломников. Символично и то, что торжественная церемония пройдет во время Всероссийского форума «Родные и любимые», который дал старт Году семьи, ранее объявленному президентом Владимиром Путином. Администрация Советского района сообщает, что инициативной группой жителей домов 79, 81, 81А по улице Свободы заполнена заявка для участия в конкурсном отборе общественных проектов в рамках государственной программы Самарской области поддержкой инициатив населения муниципальных образований в Самарской области. Их проект под названием «Домовенок-2» создание спортивной площадки и зоны отдыха для детей и взрослых по улице Свободы, дом 79, дом 81 и дом 81А направлен на благоустройство дворовой территории. Инициаторы предлагают оборудовать территорию спортивным комплексом, включающим лестницу, турники и теннисный стол, предназначенный для активного времяпрепровождения как для детей, так и для взрослых. Кроме того, планируется создание досуговой зоны с беседкой, лавочками и информационным стендом, чтобы сделать место еще более комфортным и привлекательным. Департамент транспорта сообщает, что в команду «Самара Автогаз» ждут молодые перспективные кадры. Для них проводятся дни открытых дверей и экскурсии на предприятие. Там можно познакомиться с работниками и самим процессом выпуска машин на линию. В 2023 году более 20 подростков от 14 до 17 лет прошли стажировку в различных подразделениях главного перевозчика. Для привлечения молодых сотрудников создана система поощрения. В первый год они получают дополнительные выплаты, в том числе бонусы от профсоюзной организации. Попасть на экскурсию с классом или записаться на собеседование можно по мейлу, указанному на экране. На этом наш выпуск подошел к концу. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин